Казань ждут уникальные выставки от реставрированного комплекса Кремля и новые музеи. Чем удивят жители столицы и ее гостей в главной достопримечательности города, рассказал директор музея-заповедника Зеля Валеева. Она подвела предварительные итоги туристического сезона и участие во втором этапе конкурса «Россия-10». Мечеть Кул-Шариф традиционно влечет к себе людей всех конфессий. Туристическая тропа не зарастает к ней в любое время года, и не столько как к религиозному сооружению, а скорее как к памятнику архитектуры, одному из главных украшений Казанского Кремля. А потому многие считают ее достойной быть в списке новых символов России. Архитектура удивительная и трепет такой. Душевный. Да, душевный. Да, она очень красивая, очень на самом деле. И как бы люди всех религий разных, я думаю, уважать друг друга должны. И тем не менее, даже заходя в храм и вести себя очень достойно. Во-первых, она внешне очень завораживает, очень красивая, внутри интерьер замечательный. Еще я там, к сожалению, не знаю всех подробностей, но там, по-моему, есть направление на Мекку или как. Вот. И тоже очень интересно. На первом этапе проекта «Россия-10» Кул-Шариф занимала пятую позицию. Сейчас спустилась на шестнадцатую. Но это не значит, что она стала менее популярна. В последнее время у нас стали снимать голоса, что у нас тоже вызывает такое, некоторое, ну, без особых там понятных. Кому-то кажется, что какие-то хакеры там сели и вот специально, значит, наращивают голоса. Можно так понять? Можно понять так, что мы слишком конкурентоспособны, и поэтому у нас уже методично отсекают голоса. Говорили и о планах. Скоро в Благовеченском откроется музей православия. Еще два по истории артиллерии в Пушечном дворе и по археологии в Спасо-Преображенском монастыре. Уже есть часть экспонатов пушки, которые отлили в городе в 17 веке. Еще одни уникальные экспозиции можно увидеть уже осенью. Например, на тему визита Пушкина в Казань, где предстоит одеяло, которое вышивала жена поэта для дочери. А в Эрмитаже пройдет выставка французских импрессионистов Ренуара Мане Тюльри. Здесь покажут знаменитые шедевры художников, которые до сих пор никуда не вывозились. Словом, казанцам и гостям столицы будет что посмотреть. Только за это лето экспозиции осмотрели более 600 тысяч туристов. И в разы больше тех, кто пришел просто прогуляться по Кремлю. Василия Хузина, Рустам Садриев, Вести, Татарстан.